ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. Я пришла по вопросу такому, что в наших банках города Первоуральска почему-то по квитанции «Энергосбыт плюс» берется комиссионный сбор. 25 рублей, а то и больше. И даже в некоторых почтовых отделениях тоже берется этот сбор. Конечно, «Энергосбыт плюс» на космонавтов, они там процент не берут, но туда нам нужно пойти, идти мы не можем. Нам нужно поехать на автобусе, туда 25 рублей, а обратно 20. 40 рублей мы проезжаем. И там очереди страшные. По два, по три часа стоят в очередь. На мой взгляд, здесь вины прямой какой-либо банков можно найти, можно не найти. Они всегда брали свою комиссию, но ее оплачивал сам «Энергосбыт». Сейчас «Энергосбыт» перестал брать комиссию и напрямую это переложил на плечи населения. Население уже в банк не берет, поэтому «Энергосбыт» должен, на мой взгляд, только одно. Мы сейчас поговорили с представителем, с сам руководителем присутствовал, поговорили, что все-таки надо открывать как минимум третий платежный центр здесь, чтобы люди имели возможность без всяких комиссий платить. Еще вопрос. Не один человек обращался по поводу оплаты за отопление. Ну, этот вопрос тоже касается «Энергосбыта». Поэтому мы его берем себе, и мы сейчас понимаем прекрасно, что «Энергосбыт» услышал. Я думаю, что я ему хорошо сказала, что я, в принципе, настолько человек, который загружен, что, мне кажется, я не должна за них вести приемы населения. Поэтому они услышали. Мне кажется, что мы найдем общее понимание, как мы все-таки компенсируем. Мы недавно, у нас была эта тема в Камышловском районе, и мы своими силами нашли возможность все-таки каким-то образом отрегулировать компенсацию, ну, вперед, как вперед уплаченные платежи ушло, за неоказанные услуги. Услуги не оказаны, и здесь не надо даже спорить, надо просто сделать все возможное, чтобы люди поняли, что их услышали. Можно разделить вопросы местного значения и вопросы, которые мы возьмем на работу с собой. Потому что, например, одна из женщин, это не только ваш вопрос, имея приемного ребенка, значит, не может получать сейчас пособие по безработице, потому что вот считается, что это, ну вот не так считается. Это не только у вас. У нас в городе Лесном первый период кризисной общественной работы, когда был такой вопрос первым, и мы в Конституционный суд подавали даже. Мы считаем, что это дискриминация. Но, тем не менее, Конституционный пока не стал, он просто отклонил для рассмотрения. Но вот сейчас этот вопрос появился, мы будем с ним работать. И мы договорились, действительно, службу занятости я бы здесь не стала в чем-то обвинять, но единственное, что, значит, мы будем заниматься вместе. Это вопрос для меня на будущее. Я не могу сказать, что здесь кто-либо, что-либо виноват. Мне кажется, здесь просто законодательство по детству не было до конца урегулировано. Но с учетом того, что дети сегодня приоритет национальной политики в нашем государстве, мы, наверное, этот вопрос снова поднимем. Это вот вопрос, который нужно решить на большом уровне. Есть вопросы по улице, которая Горького, и тот маленький район, небольшой, но все-таки он тысячный. Насколько я знаю, он всегда, на всех приемах населения люди ко мне бывали, начиная с того, что их оставили, этот дом один большой вообще оставили военные, не передавая в муниципалитеты. Нам это очень тяжело удалось всем вместе. Поэтому я думаю, что заместитель главы еще раз просьбу людей услышал медленно, медленно, но верно, мы все-таки этот район сделаем безопасным, прежде всего безопасным. Здесь можно говорить о комфортности, можно говорить о чем угодно, на первое место ставится безопасность. Если дети возвращаются из школы по темноте, то этот вопрос надо решать немедленно. Мы сегодня видим, что бед с детьми больше, чем достаточно у нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!